На дворе лето, а это значит, что это пора каникул. Давайте узнаем у саровчан, куда они отправили детей отдыхать. Пойдемте. Я поеду в лагерь, а потом в Москву. Ага, а ты? Я живу в Москве, приехала к сестре, потом на море поеду. А я поеду на море, потом буду в городе отдыхать. Ну то есть у вас уже все планировано, да? Да. Ой, ну я фанатка лагерей, поэтому пусть по лагерям ездят. А куда, в какой именно? Ну я обожаю Гайдар, я там была много раз. В общем, приятные люди, хорошие вожатые и дети там тоже милые. В общем, туда. Ну я не знаю, наверное, в парке имени Зернова. А может быть в какой-то лагерь отправиться? В лагерь? Салют бы посоветовал. Мне лагеря не нравились, типа лесной поляны, просто потому что как бы в Сарове город маленький, все друг друга знают. А в Салюте были как бы из разных городов дети. Ну вот, а ты где будешь лет проводить? Ну, я поеду, наверное, скорее всего, просто в другой город отдыхать. В Нижний Новгород, скорее всего, или в Санкт-Петербург. Ну я считаю, что в лагеря очень хорошо. Ну а всех лучше, конечно, к бабушкам в деревне, в водопеку. Так что хорошего отдыха, хорошего лета к ребятишкам. Ну, в зависимости от того, что им нравится. За них решать не надо. То есть дома, если они хотят остаться, можно дома их оставить, да? Ну, дома. Если они чем-то, если как-то заинтересовались, если они попробуют, им будет интересно, то пусть делают, что хотят. Ну, как делают, что хотят? В рамках приличия. Детский пионерский лагерь. Гайдар, лесная поляна и березка. А ты вот, когда была маленькая, куда ездила? Я в Гайдар, и в этом году еду в Гайдар. На вторую смену. В летний лагерь. А еще куда? Ну как, с родителями, если есть такая возможность. Ну, куда еще? На дачу. Вопрос не очень понятный вообще-то. На мой взгляд, каждый определяет, исходя из своих возможностей, то, что он может предоставить ребенку. Но, вы знаете, мне кажется, что немножечко нужно было бы расширить трудовую часть, так сказать. Потому что, по крайней мере, из того времени, в котором я вырос, очень много, понятно, изменилось и объективно. Это понятно изменилось. Но, тем не менее, у нас были мастерские в школах. У нас были пришкольные участки. Мы убирались на улицах. Я не думаю, что это повредит детям. В какой-то мере они почувствуют, что труд дает определенный навык. Умение держать лопату, рубанок. А дома это очень пригодится. Поэтому, как говорят, все дороги открыты. Было бы желание и возможность. А если бы я была ребенком, я бы отправилась в детский оздоровительный лагерь. Или бы к бабушке в деревню. Или, может, вообще бы никуда не отправилась. Сидела бы на качельках и каталась в свое удовольствие. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Евгений Шикарев. Спасибо. Спасибо. Спасибо.